Давайте начнем изучение нашей главной темы Это то, что необходимо обозначить, прежде чем мы перейдем непосредственно к теме Некоторые рабочие определения, отличительные признаки, а также предварительный анализ ключевых терминов Начнем с пункта А Посмотрим природу Священного Писания Вот этот письменный документ, который мы называем Священным Писанием или Библией Не сводим исключительно к антологии текстов Древнего Израиля и Ранней Церкви Хотя это действительно так, это действительно тексты Древнего Израиля и Ранней Церкви Но как Писание данный текст исключительно к этому не сводится Ибо с богословской точки зрения, когда мы говорим о Писании, мы говорим о Божьем Слове, выраженном человеческим языком Божьем Слове, выраженном человеческим языком Хотел бы привлечь ваше внимание к классическим библейским текстам, которые служат подтверждением данного аргумента Несмотря на то, что это предмет, который более подробно исследуется в рамках систематического богословия Код курса 601 Поэтому для полноценного обсуждения данной темы с богословской точки зрения Вам необходимо посетить курс систематического богословия Мы же начнем с Евангелия от Матфея, 4 главы стихов, с 1 по 12 Матфея 4, 1, 12 Это знаменитое описание искушений Иисуса Христа в пустыне Иисус крестится в водах Иордана у Иоанна Крестителя На него сошел Дух Святой Он Иммануил Мы узнаем об этом из 1 главы Родословные об этом четко свидетельствуют Он сын Давида Он Мессия, обещанный Ветхим Заветом Теперь помазан Духом И вот теперь Иисус противостоит змею в пустыне И в этом знаменитом повествовании Сатана подходит ко Христу с тремя искушениями И первое из них записано в 3 стихе Если ты сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами Как же отвечает на это Иисус? В ответ он обращается к Торе В ответ он обращается к книгам Моисея Говоря точнее, Иисус обращается к книге Второзакония И говорит следующие слова Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих Таким образом, это искушение не заставляет Христа отступить от послушания Богу Далее в 5 стихе дьявол берет его в святой город И поставляет его на крыле храма Если ты сын Божий, бросься вниз, ибо написано И далее дьявол цитирует Писание На этот раз из книги Псалмов А именно 11 стих 90-го Псалма Ибо ангелам своим заповедует и тебе охранять тебя на всех путях твоих На руках понесут тебя, да не приткнешься камень ногою твоей Ты цитируешь Писание, Сын Божий, и я буду делать то же самое Однако и на это Иисус снова отвечает словами из Писания И это записано в 7 стихе, в котором мы читаем Не искушай Господа Бога твоего И еще раз Иисус обращается к книге Второзакония Опять берет его дьявол на весьма высокую гору И показывает ему все царство мира и славу их И говорит ему Все это дам тебе Если пав, поклонишься мне Тогда Иисус говорит ему Отойди от меня, сатана Ибо написано Господу Богу твоему поклоняйся и ему одному служи И тогда оставляет его дьявол Какое же значение этот текст имеет для нашей доктрины Священного Писания? Мы видим, что всякий раз, когда к Иисусу приступает сатана Он отвечает на его искушение словами Священного Писания Но не ради доказательства Иисус использует Писание с богословской точки зрения Отнюдь не случайно, что все эти слова записаны в книге Второзакония В ней Моисей напоминает народу израильскому Непосредственно перед их вступлением в землю обетованную Они собрались на равнинах Моавитских Где Моисей напомнил Израилю о временах их отступления от Бога О нарушении заповеди поклонения только Богу О несоблюдении ими закона Божьего И о бесконечной тоске по горьким травам в Египте Вот об этом напоминал Моисей своему народу Моисей говорит, вот как вам должно жить, как народу Божьему Всяким словом, исходящим из уст Божьих Вы не должны искушать Бога, как делали это в пустыне И поклоняться и служить вы должны только Господу Богу, а не идолу Как это некогда было с золотым тельцом Выражаясь иначе, Моисей говорит своему народу Вот так должен поступать Сын Божий И этот Сын Божий исполняет абсолютно все И всегда живет по Слову, которая исходит из уст Божьих Здесь мы видим признание Иисусом высочайшего авторитета Писаний Он жил по Библии своего времени А именно по еврейским писаниям И мне представляется, что коль скоро мы называем Его Господином То и к Писанию мы должны относиться таким же образом Мы не можем умалять авторитета Его собственных слов в этом статусе Равно как и не можем умалять статуса и авторитета слов апостолов Которые Он вдохновил Иначе говоря, доктрина Писания или Библиология Вытекает из христологии Итак, доктрина Библии Является как бы подразделом Христологии, то есть учения об Иисусе Христе Признание наивысшего авторитета Священного Писания и христологии Которая правомерно рассматривает Христа как воплощенного Бога Бога-Сына Неразрывно связана между собою Классический текст, как мне кажется Однако более известен текст из 2-го послания к Тимофею 3-й главы стихи с 14-го по 17-й Предлагаю его рассмотреть И опять-таки более подробное его изучение предлагается В курсе под кодом СТ-601 Второе послание к Тимофею Мы же с вами будем читать 3-ю главу стихи с 14-го по 17-й С точки зрения темы природы Писания Здесь апостол Павел обращается к Тимофею со словами А ты, Тимофей, в отличие от лжеучителей А ты, в отличие от них Пребывай в том, чему научены Что тебе вверено, зная, кем ты научен При том же ты из детства знаешь Священное Писание Это один из двух фрагментов Священного Писания Где письменные тексты, то есть Писания Называются священными Другой текст находится в 1-й главе послания к римлянам И в том и в другом случае, что отделяет эти тексты от других С точки зрения темы святости, я полагаю Итак, что отделяет эти тексты от других Это средство передачи Евангелия Вести о спасении Далее Павел продолжает свою мысль Которые могут умудрить себя во спасение Верую во Христа Иисуса Он ссылается, как минимум, на Ветхозаветные Писания Хотя по этому поводу существуют разногласия И некоторые богословы полагают Что Павел здесь вполне мог подразумевать И новозаветные тексты Однако подробно эти разногласия обсуждаются в соответствующем курсе Все Писание продолжает апостол Павел Богодухновенно И полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности Да будет совершен Божий человек ко всякому доброму делу приготовлено У Писания практическая направленность Оно предназначено для практического воплощения Оно дано нам не только для того, чтобы мы теоретизировали и размышляли о вечном Но и для того, чтобы мы ходили путями Божьими Уповая на Его обетование Это идея о богодухновенности Писания В Новом Завете словесно выражается вот таким знаком Теопневмос Буквально «Бог вдохнул» И это не какая-то субъективная идея Как, например, когда мы говорим, что я нахожу вдохновляющими какие-то произведения Шекспира Или же меня вдохновляет какая-то музыка или поэзия Такой субъективный компонент в этом значении отсутствует Здесь скорее передается идея выдоха Это метафора Так, например, это лекция Греа Пневмос Иначе говоря, она вдохновлена мною Она происходит от меня Думаю, мысль как раз в этом Писание происходит от Бога неким уникальным образом Приглашаем вас принять участие в глобальном проекте По распространению Евангелия и расширению библейского образования От нас зависит, будет ли христианское образование доступным Поддержите наш проект молитвой и финансами О чем молиться и как пожертвовать Вы можете узнать на сайте www.tvseminary.com Между Богом и Его Писанием существует некая уникальная взаимосвязь Священные Писания с определенным предназначением и определенной темой И тема эта Иисус Христос и путь спасения Именно поэтому Писание стоит особняком Ведь это богодухновенная литература Теопневмос Нечто объективное Я думаю, что с точки зрения богословия Мы должны рассматривать Писание Как продукт Божьего провидения То есть то, как Бог предусматривает нечто для своего народа И это как составная часть божественного провидения Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok